Астмы это замкнутость и нежелание вырваться из замкнутости, тем самым человек себя как бы ограничивает. В начале при баронхиальной астме появляется замкнутость, что это такое? То есть человек живет с человеком, которого не любит, человек делает ту работу, которая ему не нравится, при этом обманывает себя и говорит, что да, это я делаю ради детей, ради чего-либо еще, то есть делает то, что ему внутренне неприятно или некомфортно или не хочется делать. Чем отличается интуиция от страхов? Интуиция это просто понимание того, что не нужно это делать, при этом страх не возникает. А страхи это когда человеку, когда он что-то хочет сделать безумно страшно. Так вот, когда вам что-то хочется сделать и вам безумно страшно, знайте. Если у вас есть задача и вы сегодня, наверное, я сегодня постараюсь сделать это нашим эпиграфом, наверное, этого вебинара, если у вас есть задача, то тогда постарайтесь или попытайтесь эту задачу реализовать. И страх при выполнении данной задачи является ключевым элементом изменения вашей судьбы в лучшую сторону. Тем самым, если это вопрос, который не должен вас разрушить, если вопрос, который не должен вас привести к угрызению совести, то такой вопрос в случае, если возникает страх, очень правильно выполнять, преодолевая данный страх. Страх это то, что связывает нас и наших родителей. Если хотите в жизни состояться и не хотите прожить ту жизнь, в которой жили ваши родители, то вам необходимо многократно преодолеть то, что я называю страхами. Итак, с чего я сегодня начну? Как известно, чем выше духовный уровень человека, тем больше у него везения в жизни. А везение подразумевает события, которые приведут человека к материальному благополучию, к обретению хорошей семьи, к обретению хороших ситуаций в жизни или нужных ситуаций в жизни. Так вы, наверное, замечали, что есть люди, которым тотально везет, почему им везет, откуда берется яма, западня, почему люди скатываются, откуда берутся болезни, от чего происходят вот такие ситуации, которые сейчас возникают, которые называются тотальная эпидемия, что необходимо делать во времена такой вот тотальной эпидемии, к чему вообще это все сделано и какая эзотерическая причина в этом всем есть. Итак, первый мой совет, наверное, он звучит следующим образом. Человек для того, чтобы ему везло, он должен подразумевать, что он должен выходить на определенный уровень. Какие у человека существуют уровни? Чем выше у человека уровень, тем ярче он живет, тем больше в жизни ему везет. Как определить вообще, на каком уровне вы выходитесь, находитесь вернее. Для этого вам необходимо почувствовать или осознать, какие из тех качеств, которые я вам сегодня перечислю, больше всего на протяжении дня вас беспокоят и больше всего вас тревожат или наоборот вдохновляют, то есть, какой целью вы живете. Итак, самый нижний уровень называется вина-позор, второй уровень ненависть, третье желание секса, четвертый зависть и деньги, пятый критика ненависть, шестой злословие, издевательство над близкими, седьмой ложь, желание быть вредным, восьмой обида, девятый эгоизм и самомнение, десятый страх и наглость. И дальше, если человек находится среди этих уровней, то он обязательно скатывается в пропасть нищеты, заболеваний, тенденции регрессивного характера или деструктивного характера. Что может вдохновлять человека? Если вы думаете о желании служить семье, у вас есть доброта, вера в хорошие, надежда, радость, вы испытываете наслаждение, обожаете свою жизнь, у вас есть мотивация создавать красоту и радость, у вас есть развитие ума и вы стремитесь к этому, развиваете у себя чувство счастья, радости, удовлетворены своей жизнью, наслаждайтесь своей жизнью, значит у вас будет прогресс, вы скорее всего будете подниматься и материальное благополучие будет вам сопутствовать. А теперь, по каждому из этих качеств я хочу вам сказать отдельно. Итак, первое. Почему не стоит обвинять кого-либо в своей жизни? А теперь запомните то, что я вам скажу и никогда этого больше не делайте. Обвинение кого-либо и в чем-либо про себя, а еще страшнее вслух, автоматически приводит человека к тому, что он начинает болеть. Обратите внимание, что в тот момент, когда вы начинаете кого-либо обвинять, запомните это. Если даже ребенок, допустим, обвиняет кого-то, допустим, ребенок не понимая этого, говорит, мама, ты мне не дала, мама, ты мне это не сделала, мама, зачем ты так? И делает это постоянно, то у ребенок рано или поздно начнет, и вы это заметите, болеть. А очень часто та информация, которая идет, она дает нам в процессе облучения такой информации понятия того, что мы должны кого-то обвинять, потому что человек склонен к тому, чтобы накапливать информацию, и после этого ее выбрызгивать. Кстати, несколько слов об этом. А вы знаете, что обычный человек, он более похож на спринцовку, или пипетку, или водяной пистолет. Почему? На протяжении дня вы собираете информацию. Эта информация может поступать самым необычным образом. То есть, эта информация может быть через интернет, она может идти по телевизору через фильмы, которые вы просматриваете, она может идти через газеты, через какие-либо чужие эманации, то есть, когда человек кому-либо что-либо рассказывает. То есть, данная информация, она собирательная. Когда человек разделяет такую информацию, или не разделяет, это совершенно не играет никакой роли. Человек хочет или не хочет, он такую информацию все равно накапливает в себе. То есть, таким образом, это похоже на то, как пипеткой собирают разбросанную воду на стекле. После чего, вода эта, она в человеке собирается, и после этого человек выплескивает ее. Именно поэтому я очень часто говорю, люди, создавайте осознанный выбор, создавайте выбор при получении любой информации. Не критикуйте, не ищите негативную информацию, переключайте элементы насилия, переключайте и не смотрите элементы там, где люди оскверняют кого-то, постоянно критикуют, ругаются, там, где матерятся, там, где высказывания, правильные или неправильные, их нельзя слушать. Тотально игнорируйте вот такую информацию. Данная информация, хотите вы этого или нет, проникает в вас, скапливается, и в дальнейшем вы становитесь служителями деструктивных сил. Данная информация рано или поздно будет из вас извлечена в виде ругани, в виде обвинений кого-нибудь, в виде ненависти. И это все собирается в вас, и вы в дальнейшем будете ее проявлять. То есть пипетка, она собирала воду, после этого ей необходимо куда-то вылиться. Таким образом, когда человек смотрит, допустим, на ночь такую информацию, на следующий день он дома остается и выбрызгивает такую информацию. Также я хочу вам сказать, что накопление негативной информации приводит человека к тому, что он в замкнутом пространстве начинает ощущать лень. Или второе, агрессию. Потому что в тот момент, когда человек насобирал негатив, то негатив приводит к отяжелению чувственному. И человеку тяжело. Ему необходимо выбросить или выплеснуть такую информацию, что очень часто происходит. То есть семья хорошо живет, но мама с папой смотрели информацию в ютубе, смотрели комментарии, которые не нужны никому. Плохо или хорошо, вы читаете, вы за меня, вы за хороших людей, вы еще за кого-то. И после этого читаете, да он негодяй, вы говорите, я в это впишусь. Никакой он не негодяй, он хороший. Нет, неправильно. То, что вы прочитали, что он негодяй или кто-либо негодяй, или кто-либо негодяй-негодяйный, или кто-либо еще что-то, или посмотрели, как кто-то кого-то душит, или кто-то кого-то убивает, или как-то матерится, и ведет себя негодным образом. Это все, даже если вам не нравится это смотреть, все равно влияет на вас. Вы все равно, как пипеточка, собираете это в себе. В вашем сердце или в ваших чувствах это накапливается. На следующий день вы просыпаетесь, и у вас, как на зло, плохое настроение. И лень. И вы после этого, вы ползаете из кровати, садитесь за стол, и рядом с вами, пышущий здоровьем, ваш ребенок, который улыбается, рад. И вы при этом смотрите на него, у него красивый носик, красивые глазки, красивые волосики, и говорите, твою мать, а ну-ка так не ешь. Но это же вам не свойственно, вы же в середине хороший человек. Почему же так произошло? И после этого, ой, зачем я так со своим ребенком, зачем я так со своим ребенком? Люди, тотально, тотально игнорируйте любое зло, которое появляется. Наоборот, будьте клизмой, которая собирает, что все хорошее в жизни. Вы же на улицу, ой, какая хорошая погода, ой, какие красивые цветочки, ой, какой хороший ребенок. Обязательно введите как бы в рацион своего информационного воздействия прослушивание красивой музыки, не агрессивной. Прослушивание классической музыки без минорных, там, умирающих тонов. Смотрите, как там смеются дети, там, смотрите не мелодрама, какие-нибудь там, комедии, или веселые фильмы, или там умные фильмы, детективы без крови. Убирайте просмотр мистики, не смотрите ни в коем случае новости, как говорил профессор Преображенский, никогда на ночь не читайте советских газет, и так далее. Старайтесь себя максимально, тотально ограничивать от обсуждений. Дело в том, что люди, как какашки, они впитывают какашки, их не переваривают, выплескивают потом вокруг себя. Так обычные люди становятся вредными. Почему? Нет цензуры. В советское время, помните фильмы, нам песня строить, жить, помогает, трам-та-там, и зовет, и ведет, и тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда, и нигде не пропадет. И люди жили так. Можно на табуретке, зато счастливо, и так далее. Тяжелая жизнь была, как там Высоцкий писал, когда стога огромные, слились в окопы длинные, не грела тела гречка, узнали все, почем она копеечка. Но сейчас же такой цензуры нет, где допускают только радость. В моем понимании, нет цензуры, нет страны. Конечно же, цензура есть, но она убирает возможность, там, говорит что-либо на политиков, и дает бесконечные возможности кого-либо поливать, грязью, и так далее. Но нам это не нужно, не будьте собираторами, или пылесосами, вот такой вот негативной информации. Увидели, убрали, даже если хочется, подмывает, принципиально хочется заступиться, игнорируйте, каким образом, тотально, никак не воспринимайте. Вот Вам написали, да ты какашка, мы тебе там, игнорируйте, раз, и убирайте это. Почему? Это приведет Вас к тому, что Вы в дальнейшем накопите, и будете негативно относиться к своим близким. Как же быть источником света? Кино интересное смотрите, смотрите радостное что-нибудь, пытайтесь находить радость во всем, пытайтесь побольше гулять, пытайтесь на что-то красивое смотреть, пытайтесь это все делать. Конечно сейчас неудобно это говорить, не находитесь в исключительно информационном пространстве закрытого Вашего помещения. Человек писал, Андрей Андреевич, я нахожусь в закрытом помещении, у меня панические атаки, депрессии, что мне с этим делать? Не надо находиться, потому что Вы включаете ноутбук, смотрите или читаете отзывы, комментарии, ищите какое-то зло, оно бесконечно поступает, потому что люди заинтересованы критиковать, обвинять, там создать это все, и Вы становитесь плавно накопителем вот такой вот негативной вибрации, потом ее начинаете раздавать. Дети Ваши не виноваты, близкие не виноваты, они все становятся нервными, агрессивными, бешеными, скачут давление, поднимаются гормоны, люди сходят с ума. Зачем? Об этом поговорим позже. Ну что, теперь Вы понимаете, от чего люди болеют? Они болеют, потому что люди обвиняют. Перестаньте обвинять, перестанете болеть. Не хотите болеть? Застегните себе рот, прикрутите пальцы так, чтобы никого не обвинять. Почему? Иисус Христос писал об этом, Он никогда не писал ни о чем. Иисус Христос говорил об этом, Он говорил, а записывали другие. Он говорил о том, что если тебя ударили по левой щеке, подставь правую щеку. А что же происходит? Появляются защитники, которые вместо того, чтобы подставить, вместо того, чтобы что-то делать, начинают обвинять. И этот негодяй, эти плохие, эти плохие, ты плохой. Ну, нельзя так. Мне не мучает, что люди плохо ко мне относятся. Мне это не мучает. Поверьте, мне это безразлично. Меня беспокоит, что этот человек, который это делает, он двумя ногами шагает навстречу болезни. Зачем же ему это делать? Ведь эти болезни, они накопятся, и дальше он будет болеть. Ну, так надо себя жалеть. Поэтому для того, чтобы дальше этого человека не раскачивать, я его просто удаляю. Тем самым проявляю свое человеколюбие. Ненависть кого-либо приведет человека рано или поздно к одиночеству. Помните, если вы кого-либо, даже в кино, по телевизору, ненавидите, вы рано или поздно станете одиноким. Живет себе мужчина и женщина, радостно, у них есть дети и так далее. После этого она начинает ненавидеть президента, власть, она начинает ненавидеть кого-то в интернете, она начинает ненавидеть соседку, начинает еще кого-то ненавидеть. Рано или поздно от нее уйдет муж или уйдут дети и не захотят с этим человеком общаться почему ненависть кого-либо даже если она заслуженная рано или поздно приводит человека к одиночеству третье бесконечное желание секса блокирует у человека материальное благополучие именно поэтому очень часто молодежь у нас бедная и несчастная почему потому что у них желание возникает они его не реализовывают из-за этого становятся безденежными ничего в этом страшного нет страдания по поводу невозможности заработать приводит человека к нищете и бедности страдания возникают от неверия в бога почему тогда вы отдаете уже об этом говорил ранее один из принципов богатых людей заключается вот в чем найти эти свои чувства которые у вас возникают в тот момент когда вы думаете о деньгах это есть энергия денег если отдавая деньги зарабатывая деньги рассчитывая с кем-то или думая чьих-то деньгах или своих а также материальном благополучии у вас возникают негативные чувства данные негативные чувства являются блокировкой того чтобы вашу жизнь поступали деньги поэтому в тот момент когда вы отдаете отдавайте беззаботно и не думайте об этом тот момент когда нужно рассчитываться рассчитайтесь отдайте все и не думайте об этом тот момент когда зарабатываете не думайте об этом в тот момент когда будете зарабатывать тоже не думайте также глядя на чужое тоже говорите себе это и есть вера богу ничего страшного скоро у меня это будет все в порядке таким образом это будет цель и вы к ней обязательно придете 5 жадность и алчность приводит человека в дальнейшем потери самого дорогого чего-то если жадный и алчный человек на протяжении жизни озабочен только накоплением материального благополучия все делает на шару пытается хамылем отобрать или отобрать у кого-либо и дрожит над этими деньгами он потеряет то что для него менее дорого чем деньги а этим почему это долг он возникает нельзя бесплатно забирать нельзя хамылем забирать нельзя отбирать потому что потом это является долгом а это долг забирается в виде тех людей или того что заберут детей которых человек любят почему деньги не забирают потому что деньги дороже детей а что нужно делать надо обожать своих детей тогда детей никогда никто не заберет ну и не обманывать людей делать так чтобы все зарабатывалось честно критика и ненависть всегда помните на какой бы горе вы не находились критика и ненависть кого-либо или чего-либо рано или поздно приведет вас к тому что вы скатитесь кем бы вы не были если вам даже сейчас плохо помните как бы не было плохо может быть еще хуже именно поэтому всегда старайтесь не критиковать старайтесь не ненавидеть человека старайтесь не мстить людям старайтесь этого не делать просто игнорируйте говорите мне не интересно блокируйте такого человека даже если он родственник главное чтобы это не мама была старайтесь не критиковать старайтесь не уподобляться людям которые ненавидят весь мир и весь мир обвиняют обвинения болеть будете критикуете съезжайте по социальной лестнице если думаете что вам нечего терять всегда помните что терять всегда есть что далее злословие критика близких вам людей приведет вас к ожирению заболевание почек и заболеванием сердца а также расплатой будут неожиданные неприятности в вашей жизни поэтому случае если вы злословите критикуете близких обязательно помните это приведет к неприятностям которые возникнут вашей семье ложь желание быть вредным деспотичным человеком в семье в семье или где-либо приведут в сердце подозрения у такого человека никогда не сможет человек успокоить свое сознание сердце все время будет чувствовать как будто кошки в сердце скребутся обида любая обида рано или поздно приведет человека к онкологическим опухолем обидеться это значит предать свою жизнь потому что жизнь это самая большая драгоценность которая подарена богом случае если человек обижается то он не тонн презирает жизни ставит на первое место то что его кто-то обидел тем самым он презирает бога как отца давшего этому человеку жизнь фактически является предательством бога бог наказывает человека за предательство которое является обида забирая у него или отнимая жизнь обида а также обещание которое человек не выполняет являются одними из самых важных ключевых ошибок которые совершает человек это и есть та психосоматика которая рано или поздно приведет человека к тому что он будет болеть онкологическими опухолями нельзя обижаться отворачивайтесь перестав перешагивайте считайте что это вам не важно и не думайте об этом таким образом сможете выжить эгоизм самомнение породит много зерен лжи это ложь будет всегда помните ваш эгоизм боеваши самомнение рано или поздно приведут к тому что те люди которые вы которых вы любите которых вы обожаете это дети жены мужья близкие родственники соседи там кого угодно кого вы любите это рано или поздно эти люди вас начнут предавать вы должны знать эгоизм тире самомнение дальше ставите длинную такую полосу и ставите предательство если вы хотите чтобы ваша жена изменяла поставьте или оденьте на себя корону и начните вот почему женщин очень часто предают мужчины потому что очень коронованные это все для меня он сожжен для меня он рожден для меня он все делать должен для меня я самая красивая самая модная самая великая самая моя там я обнимаю сильнее всех я целуюсь там лучше всех он от меня никогда не уйдет пусть мне все подчиняются пусть мне все служат и так далее это очень плохо я знаю больше всех я имени меня в честь меня для меня ставьте тире вас уже обманывают можете в этом даже не сомневаться вам говорит это маг который разбирается в жизни не совершайте таких ошибок нельзя говорить о верности и при великой амбициозности поэтому если вы хотите чтобы близкие вас не предавали не будьте эгоистичными не будьте людьми которые взращивают себе тотально самомнение час как джахну говорят или там я такая особенная я сразу не что и сразу все страх и наглость приведут тому что одно и тоже будет делаться по многу раз это и убирает у человека везение поэтому случае если вы наглые случае если вы вне очереди в случае если вы поверх людей по людям там еще как-то знайте одному человеку со временем дается одно и он это одно тут же получает везучий а другому человеку дается один шаг вперед три назад один шаг вперед три назад за что так делают за наглость быть наглым это быть неуспешным я понимаю что есть понятие которое называется хуцпа это понятие которое говорит о том что человек наглый он больше жизни может достигнуть но верьте мне это неправда я знаю таких людей которые всю жизнь были наглыми человек даже себя мог мог себе говорить я не наглое просто очень целеустремленный нет целеустремленность и наглость но два разных понятия таким образом переставляет через людей или переходя через людей или не ставя людей него что делая все нагло или делая все через приз принцип или призму хуцпы человек в дальнейшем может оказаться в ловушке того что он может делать одно и то же дело с другим человеком но только одному человеку будет даваться это дело с первого раза там подписать договор с одного раза а этому человеку буду давать подписать договор там с 6 10 с 30 40 в этом элементы невезения потому что нельзя использовать наглость скажите вам это было интересно я надеюсь это будет миру нужно все таки вернемся к нашей теме хотелось бы задать сегодня вопросы людям они звучат так вот вы выросли и выросли а теперь вспомните вы мечтали в детстве о ком и скажите мне сейчас нравится ли вам в итоге что вы из себя представляете а если вы сейчас вспомнили и говорите себе мне не нравится то что получилось в итоге тот ответьте мне если нет то что вы начинаете делать вы что-нибудь предпринимаете для того чтобы быть тем кем вы хотели в самом детстве или вы идете одним и тем же путем а то есть обвиняйте родителей обвиняйте мир а также ищите кого еще обвинить то есть ищите кто вас там спортил сглазил или еще что-то сделал а я хочу вам сказать не нужно обвинять нужно обвинять прежде всего свою лень свое тотальное нежелание развиваться свое тотальное нежелание изменяться свое тотальное нежелание обучаться я вот всегда думаю у меня была когда-то ситуация такая я познакомил меня есть родственника он умер я должен был проводить морской курс в египте как раз годовщина в этом году было я приехал к нему на похороны было очень холодно на улице стоял мороз такой наверное минус 40 или там минус 45 и рядом с его домом собралась просто невероятное огромное количество людей эти люди они не работали уже на этого человека потому что он был взрослый но они все пришли на его похороны их было очень много и они шли по дороге потому что его везли в храм отпевать и они все шли по дороге и кто-то отпросился завода кто-то попросился там с работы пришли помянуть его и они все шли в этот храм было очень холодно они дождались все в храме каждый из них подошел потрогал его упомянули и очень мало пришло в итоге напоминки сами почему потому что пришли к гробу чтобы пришли на кладбище то есть не пришли за тем чтобы выпить и поесть как обычно это бывает и почему так произошло я думал я могу сказать те люди которые подходили к гробу они все говорили следующие слова большое спасибо тебе или вам потому что вы так много для меня сделали и когда я это слышал я понял что человек которого похоронили своей жизни сделал для людей огромное огромное количество добрых дел он помог им купить квартиры построить квартиры заработать на квартиры он помог им состояться как мастерам как заводчанам как просто людям он такое большое количество сделал всего просто для людей которые жили вокруг него но а мог бы не делать вы знаете как он закончил в однокомнатной квартире это владелец огромного предприятия в области причем такой очень активной области в украине при этом он когда закончил свою жизнь остался в однокомнатной квартире и прожил и дожил в однокомнатной квартире я вот думал когда его хоронили и думал интересно а за мной пойдут люди много ли я сделал для людей чего-либо вы знаете этот вопрос риторический и мне бы хотелось вот в тот момент когда люди начинают кого-либо обвинять критиковать за то что кто-то не делает или за то что кто-то там кому-то что-то должен сказать когда вы умрете за вами пойдут люди или нет вы сделали что-то для людей вообще что вы вообще сделали в жизни хорошего или делаете что-то хорошее сегодня мужчина один в инстаграме мне написал глупости написал я его начал смотреть его фотографии увидел взрослого мужчину которому там около 40 лет при этом мужчина гомосексуалист при этом мужчина занимается тем что он ничего не делает сидит дома живет с денег своих родителей занимается не знают чем только угодно он заниматься готов лишь бы только не работать и он при этом ведет такой образ жизни который недостойный мужчину почему моем понимании каждый мужчина должен быть человеком который должен сделать много вещей каких быть полезным своей стране быть полезной своей семье быть полезной там тем людям которые вокруг него живут вот сейчас открыли эти вернее сейчас собираются сделать этот как он называется женя как называется то что у нас сейчас происходит мнение карантин вот еле вспомнил у нас сейчас карантин и конечно же страна ничего не предлагает как и в любых других странах то есть страна которая по идее который я и по идее платил налоги на протяжении всего этого времени она мне как человеку имеющего свой завод она не предложила мне какие-нибудь деньги чтобы я выплатил тем людям которые на меня работают почему она этого не сделала объясните мне то есть придумать карантин она придумала ну так пусть придумает мне не стать банкротом потому что я же не могу завтрашнего дня просто выгнать людей согласитесь я не могу или могу то есть я плачу государству налоги плачу пенсии плачу еще что-то но я же при этом должен теперь извините месяц или там два месяца содержать этих людей но я же это делаю делаю это осознанно на меня работает много людей я это сделаю и буду их содержать достану из своего кармана деньги и так далее но я хочу вам сказать критиковать будучи гомосексуалистом и критиковать человеком который дома занимается анонизмом гомосексуализмом и который живет за счет родителей очень легко таких людей как я почему потому что такие люди как я они спасут детей из горячего дома и потом все скажут зачем он это сделал можно было быть гомосексуалистом и сидеть дома и никуда не выходить но такие люди как я они будут людям платить они пошлют их собор парижской богоматери то что такие люди как я они для страны живут они для людей живут они вот так бесплатно что-то делают в этом ю тубе я человек из будущего друзья мои я человек из будущего то что я делаю люди поймут только спустя тысячу лет или две тысячи лет это сто процентов я вам говорю дело в том что я четко понимаю когда делаю свои шумы как они работают и я утверждаю что шум который я сделал от вирусов убирает вирус у человека почему делал я испытания конечно я делал испытания брал желатин после этого лимонный сок после этого брал бактерии после этого закрывал ставил шум и смотрел прорастают бактерии или нет не прорастают не вирусы не бактерии все исчезает а влияет ли это на человека не влияет а как я это сделал я даже объяснить не могу объясню вам почему для того чтобы объяснить человека необходимо этому обучать а то что я придумал она необъяснимо с позиции нашей механики необъяснимо с позиции не физики не химии ничего но она есть вот так будет ли это вдали знаете это как свое время говорили электричество не бывает но он уже есть нет атомной энергии но она же появилась нету никакого космоса сверху небо и все но но же есть и после того люди начинают говорить нет это все ложь что за глупость за фигня чухня нет нет это не чухня потому что это спасет людей вот как я допустим человек из космоса или человек которого прислал бог чтобы людей спас и я создал этот шум который человек может слушать для того чтобы в дальнейшем не болеть и люди при этом говорят что за фигня что за ерунда и так далее будет дальше хотеться это делать или нет почему к этому не отнестись именно таким образом там пусть изучают отправьте кому-то ну так отправьте возьмите отправьте пусть изучают я что против задание давать так каждый может то есть я сделал теперь должен отправить это в министерство здравоохранения заплатить деньги чтобы они изучали для чего если я могу это просто выложить бесплатно в youtube и полечить миллион людей почти тысячи человек написали комментарии как им помогло тысячи и этого недостаточно обязательно 100 человек находится которые там все быть говорят слава богу я их комментарии не читаю просто сразу же блокирую и не даю возможность хотя нужно было бы давать им возможность в дальнейшем если они заболеют то есть пробовать почему сразу писать шарлатан на горе зарабатывать но почему я зарабатываю все бесплатно пользуйтесь используйте не болейте что скажут люди на похоронах вот таких людей которые в жизни свои проживают как попало ничего не скажут потому что я считаю что таким людям никто не придет да им это и не важно почему коронавирус возник в этой стране или в наших странах что это или к чему это это повод переосмыслить свою жизнь почему осознать что все таки для вас что то есть дорогое в вашей жизни хотите ли дальше продолжать так жизнь на что вы готовы хотите ли вы дальше жить вот так возможно коронавирус даст вам возможность обучаться чему-либо возможность сосредоточиться на своей семье возможность там сделать что-то для себя используйте это время с правильными с постановкой правильных задач коронавирус в чем вывод когда неприятности или война или драма в семье это должно сплотить людей между собой вокруг одной проблемы также и данный вывод именно такой коронавирус создан для того чтобы всех объединить в государство заставить людей вернуться в те места где они живут и тут сразу же стоит такой вопрос почему нас собираются сплотить зачем им это необходимо ответ такой есть к чему-то готовятся к чему я знаю говорить не буду почему с этого года любые мои предсказания в youtube закончены я больше предсказывать ничего и не для кого не буду почему мне неинтересно почему даже если я говорю то что должно произойти меня после этого обвиняют в том что я знал и не сказал ну как же не сказал если я сказал потом начинается еще что-то еще что-то и я понял что мне это не нужно поэтому люди будут жить без моих предсказаний а я буду жить со своей адвайты люди часто мне говорят вот сегодня написал одна женщина андрей андреевич вы же волшебник подуйте щелкните пальцем чтобы у нас исчезла нищета а теперь мой вам вопрос я вам хочу задать вопрос те люди которые это написали многим ли вы готовы пожертвовать ради людей оказавшихся на сегодняшний день в нищете вы помогаете нищим даете им питание крышу над головой вы помогаете им с лечением их заболеваний если вы этого не делаете то скажите если вы сами так не поступаете то почему я должен так поступить если человек говорит челкните чтобы я сделал то есть я должен что-то сделать то тогда почему это же помощь 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 тогда почему вы помощь не оказываете а если бы вы оказывали помощь то тогда бы я так щелкал если бы человек имел силы и делал так чтобы такую помощь оказывать какую помощь там сосед от алкоголизма умер какашка негодяй так почему он умер голодный был пожарили бы картошки или сварили отнесли бы ему кастрюльку почему ему некогда закусывать а так бы хоть кто-то покормил не надо ему давать 2 рубля на выпивку дайте ему еды может он закусит и не умрет знаете как часто это происходит люди в момент алкогольного опьянения или длительного алкогольного опьянения умирают от интоксикации и умирают от того что ничего не кушали умирают от голода а их необходимо в это время покормить но они же ублюдки ругаются дерутся детей воспитывают да им детям нужна еда и им жене когда они одержимы кто-то же должен им помогать помогаю ли я я помогаю не так учитывая своем повседневную жизнь чего вы хотите добиться через пять лет такой вопрос вы хотите этого добиться или вы делаете все для того чтобы это произошло это очень важно человек говорит я хочу этого добиться нет вы хотите добиться или вы делаете все для того чтобы это с вами было если вы делаете все для того чтобы это с вами было то вам некогда мечтать о том что вы хотите добиться вы должны быть заняты чем должны быть зала заняты заняты делом они мечтаниями именно поэтому не мечтайте а больше делайте обучаетесь предпринимаете живите жизнью предприимчивый сегодня женщина написала полюбила и рассталась женатым человеком не могу из головы выбросить что делать первое первый мой совет не сидите дома в закрытых стенах делать этого не стоит дальше найдите о ком заботиться купите рыбок в баночке третье не критикуйте не жалуйтесь не находите близких подруг которым вы будете жаловаться и критиковать этого человека это только ухудшит состояние 4 избегайте замкнутого пространства и алкоголя случае если вы начнете каждый день гулять и в тот момент когда у вас будет появляться вот это состояние жалости к себе или нервные состояния обязательно вставайте выходите на улицу тут же все исчезнет зачем зачем необходимо что вообще происходит в мире этом для того чтобы понять что происходит в мире хочу вам напомнить свою концепцию который называется концепция отличие человека от животного 1 человек отличается от животного вот чем 1 человек умеет обучаться он мыслит умеет делать выводы второе у человека есть речь она у него красиво многогранно 3 у человека есть семья также он думает о детях и родителях и Часто это делает на протяжении всей жизни. Четвертое. Человек осознанно создает красоту в своем творчестве, создает разнообразие красоты, а также умудряется получать радость и удовольствие от созерцания или пользования красотой, которую кто-либо создал, чего у животных нет. Также у человека есть вера. А теперь, как из нас делают самых настоящих животных? Первое. С самого раннего возраста специально культивируется большое количество ругательств. Для меня, конечно, это шокирующая информация, но я иногда смотрю и даже вижу, как патриархи, как первые лица государства умудряются в момент того, когда они разговаривают, использовать слова, взятые из сленга заключенных, из бандитских слов, из феи, как оно называется, фенечка. То есть, таким образом, зачем они это делают? Есть ли доказательства? Конечно, можно посмотреть выступления Жириновского, посмотреть выступления Владимира Владимировича, Зеленского Александровича, посмотреть любые выступления. То есть, люди позволяют себе высказывания делать, при этом эти высказывания имеют иногда форму ругательственную. Человек, который является главой, он должен быть квинтэссенцией интеллигентности, хотя бы показывать то, что он интеллигентный, ну и, конечно же, опускаться до момента мордобоя или до момента высказывания о том, как кого-то будут на толчках воспитывать. Я считаю, что это очень далеко неправильно. Почему? Обучая людей ругательством, обучая людей злости через слова, людей делают автоматически животными. Второе. Почему-то культивируется такое понятие, что семья – это неважно. То есть, зачем человеку иметь семью? Можно просто так с девками гулять, или можно просто так богатого найти, или там женатого и так далее, и вот доить как корову. Кто такие родители, если посмотреть там, допустим, какую-либо информацию психолога, я часто слышу там, вас родители хотели убить, они хотели сделать аборт и так далее. Мои родители никогда не хотели убить меня и сделать аборт. Я счастливый человек. И я считаю, что если бы хотели, то сделали, а из-за того, что все родились, то не хотели. Поэтому то, что хотели и сделали – две разных вещи. Поэтому, когда вы сейчас живете, и вам кто-то говорит, что вам хотели сделать аборт, но вы родились из-за этого все неуспешности или неприятности, не верьте ни одному слову. Почему? Если бы хотели, то сделали. А так и не хотели, и не сделали. Почему? Ждали вас, любили вас, вырастили вас. И вы сейчас сидите, это все слушаете. Молодцы. Тем не менее, всегда нужно помнить, то, что нас отделяет от животного мира – это тотальное, бескорыстное, внутреннее желание иметь семью раз. И заботиться о детях до самой смерти, и о своих родителях до самой смерти. Это очень важно. Это делает людей не животными. Забери у человека красивую речь, дай ему нах и был, чтобы он все время это говорил. Сделай так, чтобы пользоваться речью больше не нужно было. Введи в рацион речи огромное количество слов. Ок, people, чувак, там, блок, влог и так далее. Отбери у него речь культурную, красивую. Заставь его все время ругаться. Как дела? Топох, танах и так далее. А мне все, там, фиг с ним. И без объяснения, там, пусть махает головой. Как твои дела? Угу. Или нет? Угу. Забери у него речь. Сделай так, чтобы не заботиться о родителях. Сделай так, чтобы он не обзаводился семьей. Пусть живет как животное. Дай ему, самое главное, не надо ему обучаться. Дай ему большие губы, как тарелки или как блины. Лицо, которое будет похоже на оленя или блины. И после этого самое важное для девочки, это быстро замуж выйти. Для мужчины с кем-нибудь переспать. После этого объясни, что деньги и материальный мир являются Богом. И это самое важное для него. И скажи, что искусство это все чухня. Музыка это все фонарь. Все стихи это полная фигня. Все, что там нарисовали, это красота, это все фигня. Сделай одним словом из человечества то, что называется дивергенция. Бесчувственное население. Так формируется социум более животный, чем более человечный. Так появляются люди, которых условно можно назвать операторы для роботов. То есть операторы для роботов. Вот смотрите, если весь мир будет дальше роботизироваться, что мы уже собственно и видим, то нам не нужны люди думающие. Нам необходимы операторы для роботов, которые будут в небольшом количестве находиться в замкнутых пространствах. Рядом получать наслаждение от интимной жизни через интернет. Находиться в двух квадратных метрах. Главное, чтобы были очки и игры. Главное, чтобы было там увеселительные какие-то программы. Там человеку не нужны будут ни мышцы, ни двигаться. Там он ничего не должен будет делать. Нажимай на кнопки. И в общем-то твоя миссия закончена. При этом главная твоя будет задача. Это родился, родил, поработал, поел и умер. Зачем такому человеку чувствовать? Зачем оператору компьютера или оператору каких-либо таких вот действий, чувства? Они ему не нужны. Так вот, к этому и стремятся. Сделать как можно быстрее из людей вот таких операторов, потребителей. Сделать из людей потребителей негатива, которые потом будут этим негативом заливать вокруг себя все. Сделать потребительское общество. Конечно же, это очень печально. Я это все, глядя на этот мир, вижу, но занимая позицию вот такой адвайты. Андрей Андреевич, как откупить свою жизнь у матери подарки от меня? Не берет квартиру свою и все подарила моей дочери первая мне и второй дочери. Ничего, я ее не обвиняю, но и мою часть квартиры хочет, чтобы я отдала первой дочери, на меня все время давит. Все, что хочет мама, делайте, это и откупит вас. Все, что она хочет, сделайте, как она хочет. Я вам говорю это серьезно. Это ваша миссия. Все, что хочет мама, сделайте. Если бы моя мама сейчас сказала, отдай вот это, сделай так, кроме разрывания моей семьи, я бы это все сделал для нее. Это и есть откуп, видимо он у вас слишком дорогой. Вот вы сейчас мне и сказали, что мама требует в виде откупа. Вот она хочет, чтобы вы откупились тем, что вы должны отдать часть своей квартиры первой дочери. Вот и отдайте. Это и будет тем, что вы задали в самом начале вопрос, как мне откупиться. Этим и откупитесь. Я ученица, вы же не сделаете, да? А зря. Я ученица, уже второй месяц встречаясь с парнем, у нас все хорошо. Еще такого никогда не было. Ну почему же? Мы даже ни разу не ссорились. Он сказал, что никогда в жизни не хочет жениться. Подскажите, закон, практики или действия можно применить, чтобы изменять его мнение или решение. Женщины, вы что, в ультиматийной форме говорите? Моя мама запретила мне с тобой жить до момента женитьбы. Больше ко мне не приходи, интима не будет. Конец. Game over. После этого, если он не с вами, тогда вам он не нужен. На этом все. А там хороший, нехороший, не хочет жениться, свободен вообще. Он же у вас забирает бесплатно вашу молодость. Андрей Андреевич, прошу вас, дайте, пожалуйста, духовное имя. Что это такое? Если я могу помочь в таких случаях, как ваша А, просить, писать ему в Facebook с этим вопросом. Пишите мне в Facebook с этим вопросом. Татьяна Гальченко, зачем вы вместо меня отвечаете? Что с вами? Очень нравится ваша школа и философия, простите с личным вопросом. Я сделаю все практики по замурству, ситуация не меняется. Поскажите, что может мне помочь обрести семью? Посмотрите прошлый вебинар или позапрошлый. Он так и называется, обрести семью. Там все об этом есть. Я эту тему раскрыл на одном из прошлых вебинаров. Когда закончится данный вебинар, посмотрите предыдущие. Здравствуйте. Ага. Как откупить? Ответил. Я вам писала в Facebook, вы там еще не ответили. Но вы ответили мне в моих снах. Скажите, что это означает мой сон. Я не знаю. Я не трактую сны. Для этого, ну, я считаю, что если все мои ученики школы, их уже более миллиона человек, начнут писать мне вопросы и задавать их, Андрей Андреевич, как мне полечиться, какие мне сны приснились, там еще что-то, еще и присылайте мне вот такие простыни, то это нереально будет мне читать. Меня уже многократно блочили в Facebook и на втором канале моем, страница в Facebook, и личную страницу закрывали, только потому что люди пишут, потом жалуются на то, что я не отвечаю, жалуются на страницу, ее после этого закрывают, или какая там система, я не знаю. Андрей Андреевич, спасибо за то, что делаю. Встречалась с парнем два года на протяжении этого времени, с его стороны слышала недовольство о том, что он не хочет тратить деньги на меня. На этом можно закончить. Собирайтесь и уходите. Мы жили в другой стране, где я могла полноценно зарабатывать. Чего же не зарабатывали? Вот когда мы расстались, я не могу спокойно ходить на свидание. Кажется, что вот очередной парень упрекнет меня в деньгах. При каждом новом знакомстве парни в очередной раз заводят со мной разговор о деньгах. Они утверждают, что все должно быть оплачено поровну. Если девушка заплатит больше, это даже лучше. Мне уже не хочется ходить на свидание. Все связано с тем, что вы, скорее всего, имеете свою программу внутреннюю. Вы себя убедили уже в том, что все мужчины вот такие. Наоборот, говорите, я найду только своего самого родного, который будет за все платить. Вам нужны русские мужчины, они будут за все платить. Русские платят. Если мужчина за все платит, он будет богатым. Сто процентов, это проверено. Если мужчина платит последние деньги, делает это с легкостью, он обязательно будет богатым. Почему? Он рисковый. А все рисковые мужчины, рано или поздно, конечно же, обжигаясь, ударяясь, рано или поздно достигают высокого материального благополучия. А такие, которые осторожно, не достигают. Прошу вас, дайте, пожалуйста, духовное имя. Я знаю правила. Зайдите в Facebook, напишите мне, я вам дам духовное имя. Спасибо. Ребята, кто не прошел первую ступень, приходите, вы будете приятно удивлены. Прохожу в полном восхищении. Низкий поклон. Я давно с вами знакома и дружу с вами. Как это объяснить? Я вас не знаю. Вы мне снитесь, начинайте давать ответы на вопросы. В самый момент ответа я просыпаюсь. Я не хочу, чтобы я снился вам. Я обожаю свою семью. Я невероятно обожаю свою жену Софию. Я не хочу приходить никому в снах. Мне неинтересно приходить в снах к женщинам. Я негативно отношусь к женщинам, которые флиртуют со мной, будучи понимая, что я мужчина, у которого есть жена и пятеро детей. Я считаю это некорректным, некрасивым. Я не считаю, что женщины, которые приходят в мою школу, должны видеть во мне мужчину, которого необходимо желать. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы во мне видели учителя, во мне видели человека, который может посоветовать, как исправить жизненную ситуацию, сделать жизнь свою не такой драматичной, трагичной и неуспешной. Я себя считаю учителем счастья. Все равно в мире добра больше. Молодежь есть грамотная, интересующая, спортивная. Согласен. Но спорт не есть радость. Спорт не есть радость. Дело в том, что человек может быть спортивным, но при этом лгать, но при этом обвинять, но при этом ненавидеть, быть эгоистичным, не желать обучаться. И, вы знаете, спорт не значит хорошо. Как и отсутствие спорта не значит хорошо. Ну, все равно, пусть такое будет. Вы сегодня особенный, такая сила от вас исходит. Вы точно из космоса. Сто процентов. Шум, который вы создали от коронавируса, это сила. Все, что вы создаете, лучшее. Спасибо. Сколько минут и сколько месяцев слушать или смотреть тренажер лечения от всех видов грыж? От грыжи в позвоночнике, две грыжи. Не знаю. Я не знаю. Все зависит от вашей психической энергии. Я могу дать вам совет. Радуйтесь каждый день. И в случае, если будете при этом слушать шум, вылечитесь мгновенно за один день. Если у вас жизнь это выживание, то тогда нужно годами слушать. Я проживаю в США. Как вы думаете, тут пройдет коронавирус? Мы вернемся в свой обычный образ жизни. Коронавирус пройдет везде. Можете в этом не сомневаться. Чума заканчивалась. И испанка заканчивалась. И птичий гриб заканчивался. Не переживайте. Обычная длительность такого коронавируса не длительная. Да уже есть сведения о том, что коронавирус мутирует. Я могу сказать, что данный коронавирус убирается, если человек принимает хинин. Жаль, я его не сделал вовремя. А так нужно было сделать его в виде пищевой добавки. Одна-две таблетки хинина убирает у человека болезнь коронавирус. Я в этом абсолютно уверен. Можете использовать. Здравствуйте. Спасибо, что делалось. Зачем вы мне? Хочу исправиться от страхов с прошлого опыта. Проходите мои ступени. Вы что, здесь собираетесь избавиться от страхов от прошлого опыта? Внучке 7 лет ночной норрес. Купила по вашему совету и ренокс. Она их пить не хочет. Подскажите, есть ли какой-то эзотерический проблемный метод? Да, есть эзотерический метод. Берете горчицу семена. Каждый день утром и вечером перед самым сном насыпаете пригоршню горчичных зерен и даете ребенку выпить. Также под кровать кладете сковородку чугунную, переворачиваете ее вверх тормашками. И пусть она там долго лежит. Писаться перестанет. Как можно повлиять на дочь и как помочь ей в семье? Не быть марионеткой мужа, обрести уважение к себе и достоинства. Складывайте ручки, начинайте выпрашивать. И пусть муж тебя любит, и пусть хорошо относится, и пусть гладит. И пусть тебе в рот заглядывает, ноги целует, обнимает. И пусть интимные отношения у вас будут. Вы что, первую ступень не проходили мои? Что будет между Россией и Турцией? Многие планировали там отпуск, купили путевки. Теперь такая обстановка, что ни деньги не возвращают. Непонятно, можем ли мы лететь, все же отдохнуть в Турции? Нет, скорее всего, отдыхать в Турции вы не сможете. Я не знаю как, но я давно с вами. Понятно. Была замужем, двое детей, десять лет личной жизни. Не отвечаю на такие вопросы. Подскажите, пожалуйста, как правильно практиковать тренажеры для абсолютного везения в жизни? Каждый день смотрите этот тренажер, представляя, будто вы участник того, что там происходит. При этом очень активно дышите. Там девочка выпускает голубей, представляете, будто вы девочка, выпускающая голубей. Представляете, будто там человек плывет на лодочке и солнце встает. Представляете, будто вы на лодочке гребете и видите, как солнце встает. Вы говорили, что не нужно пытаться защищать в каменнариях кого-то. А как быть, когда, например, вас, нашего учителя, пытаются принимать и оскорблять? Не нужно меня защищать, я сам себя защитю. Я просто блокирую этих людей, они меня больше не беспокоят. В основном нападают люди, которые исповедуют христианство. В большинстве своем это сектанты, которым внушили, что их спасет только Иисус Христос, что временное их жилье, это жилье на этой бренной земле. И потом, когда они умрут, то будут в раю. И это все они принимают, ну или для них это как бы основная информация, там походы крестного хода для того, чтобы спасти. Я, к сожалению, не понимаю людей. Я их не понимаю, вот почему. Дело в том, что две тысячи лет существует данная религия, и две тысячи лет люди болеют чумой, люди болеют проказами, люди болеют всеми заболеваниями, люди перенесли мировые войны, там, оккупации, фашизм, терроризм и так далее. Что ж не помогала ни одна религия, не могу понять. Что ж она такая эффективная, так все лечит, и люди до сих пор умирают. У меня были куча верующих людей, прям кучи. Женщина одна могла сделать операцию удалить грудь, поехала после этого в монастырь, потому что ее убедили, что это лучшее. Там молилась мощем, жила там полгода как монашка. Потом отправили ее домой, привезли, она в метастазах умирала и вот так с Библией прижатой груди умерла. Ну и зачем? Молодая женщина, которая воспитала, не женила двоих дочерей, одна в мединституте, другая в медучилище, оставила мужа, оставила, они все были на ее иждивении. Ну и как им дальше жить? Без мужа. Никто виноват. Когда я считаю, что церковь ни в чем не виновата, я считаю, виноват. Сейчас коронавирус возник. По всей Украине крестные хода были. Зачем нужны крестные хода? Ну дома пусть будет крестный ход. Ну зачем? Хорошо, что это все Филькина грамота. Конечно, извиняюсь, что это говорю, если кого-то это обижает. Но зачем делать крестный ход? Чтобы все заразились вообще. Что это было? Никому еще эти крестные хода ни отчего не помогли. Наоборот, я как эзотерик утверждаю, что любые молитвы умершим, наоборот, приведут людей к тому, что они будут потом страдать и болеть. И будут воины, и будет все плохо. В чем причина, что ваш шум от вируса сначала крайне неприятен? А скажите, в чем причина того, что сироп от кашля, даже не так, в чем причина того, что если разжевать антибиотик, он такой неприятный? Скажите, в чем причина того, что вы разжевываете таблетку от какого-нибудь заболевания, она такая противная. Фу, это же еда, но она такая противная. Так она нужна или нет? Еда, это еда, а таблетка, это таблетка. Точно так же и здесь. Шум, это таблетка, а музыка, это музыка, это еда. Хотите музыку, послушайте музыку. А если хотите таблетку, то она должна быть неприятной. Люди пишут, Андрей Андреевич, что это такое вообще, такое неприятное? Ну а какая должна быть таблетка? Вы же, это шум от коронавируса, товарищи. Какой он должен быть? Он должен быть неприятным для человека. Для чего? Чтобы убрать там эти вибрации. Поэтому и неприятный такой, гадкий. Если с мамой плохие отношения, пытаюсь общаться с ней, никак не идет на общение. Делайте ей подарки. Делайте подарки так. Сначала незаметно я там под дверь положили 200 рублей, 200 долларов, 200 гривен, я не знаю, 200 тнг, 2000 тнг. Даже так, чтобы она не догадывалась. После чего начинайте давать такую же сумму, отправляя ей там. Дали дочке и скажите, мама, это тебе, напишите ей письмо, отправьте с дочерью. Поверьте мне, когда вы будете отдавать, говорите себе, я покупаю наши хорошие отношения. Выполняйте практики объединения себя кровью с мамой. Прогревайте слои, как я обучаю этому. Подскажите метод лабиринт, как часто нужно делать, а с другими как часто делать. Проходите первую ступень и вторую ступень школы Кайлас. Там объяснения обновленные, покупайте и проходите. Там есть все объяснения к данным практикам. Не нужно быть теми людьми, кто пробует там вырваться. Очень часто мне пишут, Андрей Андреевич, мы тоже имели право скупить в складчину или там покупать дешево. Я, кстати, хочу сказать, что сайт, Жень, как он называется? Тот сайт, который там мошенники. Андрей Дефис Дуйко.ру Это сайт мошенников, которые зарабатывают на мне деньги, конечно же, становясь моими должниками. Закончил. Вы смотрите, каждый из них плохо закончил. Кроме пророка. Андрей Андреевич, как избавиться эзотерически от грусти? Эзотерически от грусти необходимо избавиться путем, где обучают тамильские лама. Там я рассказываю о том, как меня обучал тамильский лама всегда испытывать радость жизни. То есть он обещал это. Если это использовать, так как я там рассказываю каждое утро, то на протяжении всего дня у вас будет бесконечное состояние радости, отсутствовать грусть. Повлияет ли карантин на выход пятой ступени МК? Нет. Сыну 16 лет какую профессию выбрать? Почему вы думаете, что я должен это говорить? Меня найдет тот человек, который будет счастлив. Итак, сегодня во время этого вебинара я открыл следующие темы. Они звучали так. Почему не стоит обвинять? Почему не стоит ненавидеть? Почему не стоит желать секса без конца? Почему не стоит страдать по поводу невозможности зарабатывать деньги? К чему приводит жадность и алчность? Что такое критика и ненависть? Злословие и критика, к чему они приводят? К чему приводит ложь, обида, эгоизм и страх и наглость? Также я объяснил, какие бывают виды духовного уровня и рассказал, что 10 духовных уровней приводят человека к тому, что он будет нищим. И следующие 10 приводят к тому, что человек будет радостным. Итак, какие уровни человека приводят его к тому, чтобы он был несчастным? Это вина, позор, ненависть, желание секса, зависти, деньги, критика, ненависть, злословие, издевательство над близкими, ложь, желание быть вредным, обида, эгоизм, самомнение, страх и наглость. И следующие элементы, которые приведут человека к тому, чтобы он был счастливым. Желание служить семье, доброта, вера в хорошее, надежда в хорошее, радость, наслаждение, обожание жизни, мотивация, создание красоты и радости, развитие ума, чувства, счастья, развитие чувства счастья, удовлетворение своей жизнью, наслаждение своей жизнью. Также я задавал вам вопросы. Вы мечтали быть тем, кем вы сейчас остались? Вам интересно, что люди скажут на ваших похоронах? Также я объяснил, почему коронавирус по стиху и к чему он приведет. Дальше я объяснил, чем отличается человек от животного и объяснил, что из людей хотят сделать операторов интернета и роботов, чтобы они ни о чем не думали, ничего не хотели, не чувствовали. По-другому создание мира дивергентов. Родился, родил, поработал, поел и умер. Также я рассказал в самом начале о том, что мир устроен по принципу спринцовки и рассказал о деструктивной и опасной модели накопления или собирания человеком негативной информации в виде чтения, обвинений, критики, комментариев, лжи, негативной информации, которые мы получаем через фильмы ужасов, фильмы деструктивные какие-то, где очень много обвинений, критики, злобы и так далее. Также читаем очень часто комментарии, видим там какую-то критику. Знаете, это все влияет на человека. И это все обязательно человека разрушает, в дальнейшем разрушает семью, ухудшает настроение. И что самое страшное, если человек сам с собой живет, то у него появляется негативное настроение, падение жизненного тонуса и в дальнейшем появляется у человека лень. Что такое лень? Лень это переизбыток негатива в середине. И его переизбыток обычно выплескивается на кого-нибудь, потому что человек не знает других методов. Но методы такие существуют. Какие существуют методы? Это метод, допустим, делать все решительно и как будто фанатично. То есть там взялся и после этого решительно и фанатично занимайся своей работой. Как психануть. Это и есть реализация вот такого негатива. Только выбор такой реализации негатива более правильный. С вами был Андрей Дуйко. Я надеюсь, вам понравился данный вебинар. А если он вам понравился, то тогда обязательно после того, когда он закончится, перейдите на мой сайт duiko.guru, а также посетите другие мои сайты. Это duiko.com, а также сайт, где вы можете приобрести великолепные, красивейшие светильники с разными элементами, которые могут человеку энергетически, эзотерически помочь. Какие бывают? Они есть съемные, вот такие пластиковые. Их можно зажигать вечером. Данный называется очищает квартиру офиса от негатива. То есть, в случае, если в офисе все нервничают, в квартире все бесятся, достаточно просто на ночь включать вот такой вот светильничек, и все перестают нервничать, беситься и так далее. Их существует огромное количество, около двух сотен. Там привлечение денег, обретение партнера, обретение любви, там везение в бизнесе и так далее. Убирание негатива, порчи из глаза, проклятие от кармы, от влияния зла и так далее. Вы можете их приобретать, они все съемные, приобретать отдельно светильник, отдельно вот такие вот пластиночки, и использовать для медитации, а также использовать просто для того, чтобы оно где-либо находилось. Оно работает пассивно, достаточно один раз перед сном или один раз мельком увидеть. Влияет на окружающий мир достаточно эффективно. Приобрести все эти подсвечники, я так скажу, можно на моем официальном сайте duiko.market, где вы найдете огромное количество информации о палочках, о ароматических палочках, которые выпускает моя компания Тибетская Формула, о талисманах, которые выпускает моя компания, а также о ароматических маслах, а также атрибутики, где вы можете приобрести определенные символы, три шул и ваджи, произведенные моей компанией Тибетская Формула. Спасибо, дорогие друзья! Я желаю всем все-таки позитива, хорошего настроения и тотально игнорировать зло в своей жизни. Не участвуйте в критике, тотально игнорируйте, не обращайте внимания на таких людей. Что ж, если не обращать внимания на таких людей, то зло, которое они выплескивают, в дальнейшем не будет вашим злом. А обращая внимание, вы фактически становитесь соучастниками, проявляя такое зло в дальнейшем на своих собственных детей, родственников и в своей жизни. Будьте на стороне добра и светлых сил. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok